Наша задача понять, что же происходит с беременными с психологической точки зрения. Обычно, когда женщина узнает о своей беременности, эта новость вызывает тревогу. И неважно, эта беременность желанная или внезапная. Всем привет! С вами Анастасия Сафина и онлайн-школа «Легкие роды». Радость ожидания малыша на протяжении 99% случаев в той или иной мере сопровождается страхами на протяжении всех месяцев беременности. Волнуются и переживают практически все, и те женщины, у которых все складывается хорошо, и те, которые находятся в группе риска. В этом видео я предлагаю разобраться, что же кроется за всеми этими страхами во время беременности. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать самое главное, как же эти страхи и тревоги побороть. Итак, что же может волновать будущую маму в беременности? Мы не будем здесь затрагивать физическую сторону вопроса и говорить о токсикозе или тонусе матки. Об этом у нас есть отдельное видео на нашем канале, и вы можете их посмотреть. Наша задача понять, что же происходит с беременными с психологической точки зрения. Давайте разбираться. Обычно, когда женщина узнает о своей беременности, эта новость вызывает тревогу. И неважно, эта беременность желанная или внезапная. Беспокойство немного проходит во втором триместре и возрастает в третьем, когда возникает осознание, что роды уже совсем близко. Какие страхи и тревоги беспокоят будущих мам? Я выделила основные, и сейчас мы их разберем. Первое – это страх материнства. Он может возникнуть сразу же, как только женщина узнает о беременности. Обычно за ним скрывается страх стать плохой мамой. Не додать ребенку любви, тепла и заботы. Или страх, что ребенок не оправдает ожидания, или общество или близкие не примут вас в статусе мамы. Или, например, что вы не сможете обеспечивать финансово ребенка. Многие из этих страхов надуманы, и гормональные изменения во время беременности тоже могут накладывать свой отпечаток. Но я все же рекомендую не оставаться наедине со страхом материнства. Важно проговорить его со своими близкими. И может оказаться, что действительно многие ваши опасения были безосновательными. Второе – это страх не справиться с малышом. И этот страх тоже вполне оправдан. Важно ответить себе здесь на вопрос, что вы будете делать, если почувствовали, что не справляетесь. Вы увидите, что решение придет быстро. Возможно, вашим вариантом будет нанять на некоторое время помощницу, привлечь родственников, привлечь мужа. И также решением может быть обмен с другой такой же мамой, детьми. То есть какое-то время сидите вы с ее ребенком, а какое-то время она сидит с вашим. Также будущую маму может беспокоить страх стать менее привлекательной для партнера. Будущая мама может переживать из-за того, как партнер может отреагировать на обычные изменения внешности во время беременности. Например, это набор веса, пигментные пятна, появление растяжек, также учащенного мочеиспускания, газообразования и так далее. В такой ситуации важно поговорить о своих страхах с близким человеком. И тогда вы, возможно, почувствуете больше внимания, тепла и заботы. А какие страхи и волнения во время беременности ощущали вы? Возможно, какие-то из этих страхов будут знакомы многим. Поделитесь этим в комментариях. Кроме этого, беременных часто беспокоит вопрос внутриутробного развития ребенка. Будущая мама беспокоится за его здоровье, особенно если в период гистации возникли какие-то симптомы возможного осложнения. В таком случае очень важно поддерживать связь с грамотным гинекологом, которому вы доверяете и который может отвечать на ваши вопросы практически ежедневно. Еще один частый страх – это не успеть в роддом. Этого боятся, наверное, 90% беременных и сильнее всего он ощущается в третьем триместре. На самом деле не успеть в роддом очень и очень сложно, потому что роды длятся достаточно длительное время. Быстрые роды – это 4 часа, а стремительные роды – это 2 часа. Так или иначе, если роддом не слишком далеко, не успеть очень сложно. Поэтому не стоит бояться опоздать, но тем не менее важно понимать тот момент, когда нужно выезжать в роддом. А также важно детальное понимание того, что делать в критической ситуации, когда роды идут слишком быстро. Более подробно этому мы учим на курсе. Рассказываем, как понять, когда нужно выезжать в роддом. Как вести себя, если родовой процесс начался внезапно и застиг вас не в том месте и не в то время. Мамы, которые прошли курс, отмечают, что волнения их стало меньше, потому что они не только знают анатомию и физиологию родового процесса, но и что делать, если роды застигли их врасплох. Если вы хотите так же, присоединяйтесь. Ссылку на курс оставлю в описании к этому видео. Шестое. Страх осложнения в родах или после. Роды – процесс непредсказуемый. И если что-то пошло не так со стороны мамы или ребенка, помните, что вы точно не можете нести 100% ответственности. Ведь исход родов зависит и от вас, и от врачей, и от физиологии. Роды – это разделенная ответственность. Когда вы это осознаете, не будет возникать огромного чувства вины, если что-то пошло не по плану. Так или иначе, важно готовиться, чтобы заранее подстелить соломку. Седьмое – это страх кесарево-сечения. Здесь важно принять, что плановое или экстренное кесарево-сечение проводится в ситуациях, когда естественные роды опасны для жизни и здоровья мамы и ребенка. И они проводятся прежде всего ради спасения жизни. Да, конечно, кесарево-сечение – это полостная операция, но алгоритм оперативного родоразрешения отработан врачами практически до автоматизма. Конечно, выбирать его по желанию не нужно, но если в родах врач вам объясняет необходимость кесарево-сечения, нужно отбросить все страхи и согласиться на него. Восьмое – это страх боли. Дело в том, что в родах действительно существуют ощущения, которые вы в своей жизни не испытывали. Но природой до мелочей продуман весь механизм. Как это работает? В родах схватки усиливаются постепенно, и ощущения нарастают также постепенно. Ваш организм успевает под эти ощущения адаптироваться и выделить эндорфины. Но также хорошей новостью является то, что между схватками в норме абсолютно безболезненный перерыв. И так как эти промежутки всегда больше, чем сами схватки, то всегда на протяжении всех родов есть возможность отдохнуть и перевести дух. Поэтому я рекомендую вам настраивать себя на позитивный лад. А снизить боль в схватках и потугах очень помогает технике дыхания. Именно дыхание помогает нам абстрагироваться от боли, успокоиться и расслабиться. Также оно обеспечит полноценное поступление кислорода к самому ребенку во время родов. Вы уже можете освоить несколько техник в ближайшее время. Мы бесплатно делимся ими на нашем вебинаре 5 условий легких родов. Ссылку на этот вебинар вы можете найти в описании под видео. Ну и напоследок хочется сказать, что если тревога не проходит, а самостоятельно справиться вы не можете, обязательно обратитесь за помощью к психологу. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, если вам было полезно и подписывайтесь. С вами была Анастасия Сафина. Желаю всем легкой беременности без страхов и тревог. До новых встреч!